Продолжение следует... Александр Витальевич, приветствую вам, причем я должен сказать, что в нашем зале собралось много наших российских гипотологов, которые с удовольствием послушают ваш доклад «Канцерогенез и канцерпревенция в гипотологии». Огромное спасибо. Для меня большая честь выступить с докладом в столь уважаемом медицинском учреждении Российской Федерации. Информация о конфликте интересов. И в своей лекции я рассмотрю в целом характеристику предопухолевых заболеваний печени, особенности канцерогенеза. При ГЦК различные этиологии, вопросы профилактики, которая может быть первичной, вторичной, третичной и специфической и не специфической. И начнем с предопухолевых заболеваний. По большому счету любое заболевание печени может быть этиологическим фактором гепатоцеллюлярной карциномы. В своей лекции я больше буду говорить о гепатоцеллюлярной карциноме. Это и хронические вирусные гепатиты, и вирусы относятся к канцерогенам первого класса. Это и жировая болезнь печени, которая занимает все большую и большую долю в числе тяжелых заболеваний печени, в том числе гепатоцеллюлярной карциномы. Это и аутоиммунные заболевания в меньшей степени, наследственные заболевания печени, ряд факторов окружающей среды, лекарственные препараты, ну и цирроз печени как таковой. Возможно, вам будет интересна характеристика гепатоцеллюлярной карциномы. Мы недавно завершили исследование в Казахстане, проанализировали в регистре больше 5000 пациентов. У нас ГЦК занимает 13 место среди всех других опухолей. Скорее всего, недодиагностирована она, и в большинстве случаев диагноз ставится на третьей стадии заболевания, хотя тенденция все-таки в сторону выявления на более ранних стадиях есть. И более детальный анализ мы сделали на 170 пациентов, которые прошли через наш институт. Это были пациенты в среднем 60 лет, 100 мужчин, 70 женщин и наибольший сегмент возрастной от 50 до 70 лет. Самые возрастные пациенты были пациенты с ГЦК в исходе жировой болезни, печень метаболически ассоциированной, а самые молодые пациенты в исходе алкогольного стеатогепатита и хронического гепатита D. Везде практически превалировали мужчины, особенно в когорте пациентов с алкогольным стеатогепатитом. Интересно, что среди ГЦК в исходе хронического гепатита D большую часть составили женщины. И касательно причин гепатоцеллярной карциномы, то в 89% случаев оказалась вирусная теология. И в большинстве случаев патология диагностировалась при циррозе печени класса B по Child's Pew. Это 40%, 30% класс А и 24% и 7% это класс С. В принципе, ранняя диагностика ГЦК возможна от 30% до 60% случаев по разным источникам. И это дает возможность радикальной терапии. Но, однако, стоит иметь в виду, что во многих случаях возникает рецидив, особенно если не выдерживаются критерии для включения пациентов в такие радикальные хирургические методы лечения. Ну и поэтому очень важной стратегией профилактики гепатоцеллярной карциномы у пациентов из групп риска. Касательно гепатита B, это, пожалуй, один из ведущих факторов гепатоцеллярной карциномы во многих, в особенности в азиатских странах мира. И заболеваемость составляет до 4 на 100 человек с циррозом печени. До 80% в некоторых эндемичных странах гепатоцеллярная карцинома ассоциирована с вирусом гепатита B. И до 20% она может развиваться без цирроза печени. Имеют значение, конечно, кофакторы, такие как длительность инфекции, вирусная нагрузка, в свое время это было показано. Внешние факторы, коканцерогены, демографические особенности, в частности, мужской пол, более пожилой возраст, семейная анамнез, гепатоцеллярная карцинома. Это даже фактор, на основании которого мы даем более раннюю противовирусную терапию нашим пациентам. Ну и другие сопутствующие паракторальные гепатиты и ВИЧ. Касательно гепатита С до 12% в год частота HCV ассоциированной ДЦК. И в этом случае опухоль развивается, как правило, уже на фоне цирротической печени. Имеет значение фиброз, третий генотип вируса и виремия. Мы говорим, что для прогрессирования самого заболевания, для прогрессирования фиброза, вирусная нагрузка особого значения не имеет. Но вот для развития гепатоцеллярной карциномы такая закономерность описана. От метаболически ассоциированной жировой болезни печени мы видим возрастающую смертность за последнее время. И частота гепатоцеллярной карциномы возросла от 2,5% в течение 7 лет до практически 13% в течение 3 лет. При этом гепатоцеллярная карцинома зачастую диагностируется без фонового цирроза печени на поздней стадии заболевания, в особенности в азиатской популяции. Справа представлен метаанализ, в который включены 19 исследований с общим полом 170 тысяч пациентов. Так вот, было показано, что у пациентов с жировой болезнью печени без цирроза печени частота ГЦК достигает 38%, а при других гепатитах всего 14%. Алкоголь является также важным фактором развития гепатоцеллярной карциномы. И так или иначе, алкогольная болезнь печени атрибутируется с 30% случаев ГЦК в мире. Либо в качестве основного фактора, либо в качестве кофактора. И ввиду социального профиля этих пациентов гепатоцеллярная карцинома чаще диагностируется на более поздних стадиях с худшим прогнозом. Вот мы говорим пороговые значения для мужчин 30 мл этанола в сутки, для женщин 20. Ну вот исследования показали, что потребление алкоголя уже в объеме больше 10 г в сутки ассоциируется с повышенным риском гепатоцеллярной карциномы. Если это 60 г в день у пациентов с вирусным гепатитом, то это двукратное возрастание шансов. При умеренном потреблении менее 20 г, но у пациентов с метаболически ассоциированным стеатогепатитом, есть также повышение риска гепатоцеллярной карциномы. Если человек потребляет больше 40 г в сутки, это его ежедневное потребление, то это риск многоузловой гепатоцеллярной карциномы. И частота возрастает в зависимости от длительности потребления алкоголя. И вот данное исследование продемонстрировало, что к исходу 10 лет потребления алкоголя примерно 10% пациентов будут иметь гепатоцеллярную карциному. При этом диабет, курение могут представлять дополнительные факторы риска развития гепатоцеллярной карциномы. Курение атрибутируется с 13% случаев гепатоцеллярной карциномы в мире, как правило, в качестве кофактора. И это было продемонстрировано в нескольких исследованиях. Пациенты, которые бросили курить 30 и более лет назад, не имеют рисков развития гепатоцеллярной карциномы, таких, какие имеют курильщики. Касательно генетических заболеваний. Фактически любое генетическое заболевание, в которое вовлекается печень, представляет собой фон гепатоцеллярной карциномы. Ну вот касательно дефицита альфа-1-антитрепсина, болезни Вильсона, мы не так часто видим гепатоцеллярную карциному на их фоне. А вот наследственный гемохроматоз в 20 раз повышает шансы развития ГЦК по сравнению с общей популяцией. Наследственная тирозиномия 1-го типа. И если пациенты выживают после 2-летнего возраста, у 40% из них развивается гепатоцеллярная карцинома. Описаны генетические полиморфизмы, которые предрасполагают к развитию ГЦК при различных фоновых заболеваниях печени. И вот тот полиморфизм, о котором много говорилось в последнее время, ПНПЛА-3, который важен и для метаболически ассоциированной жировой болезни печени, и для алкогольной жировой болезни печени, он также имеет значение в качестве риска развития гепатоцеллярной карциномы. Гормональный фон тоже имеет колоссальное значение. Гормоны щитовидной железы – это факторы превенции ГЦК. Поэтому ГЦК чаще развивается на фоне гипотериоза, который чаще, опять-таки, бывает у пациентов с жировой болезнью печени, бывает у пациентов чаще с хроническим гепатитом С, который несет в себе метаболический профиль, особенно вызванный третьим генотипом. На фоне гипотериоза двукратно возрастает риск ГЦК, и высокие уровни ТТГ ассоциируются с большими размерами опухоли. В свою очередь, сам по себе гормон Т3 уменьшает пролиферацию клеток ГЦК. Половые гормоны также причастны к развитию гепатоцеллярной карциномы. В частности, андрогены активируют регуляторы канцерогенеза ГЦК. Андрогены способствуют репликации HBV-ДНК, поэтому преобладает у мужчин ГЦК в исходе хронического гепатита В. И вы видите, фактически 8-10 раз превышает частота ГЦК у мужчин, и прогноз выживаемости у них хуже. В свою очередь, эстрогены, эстрогеновые рецепторы, напротив, выступают в качестве факторов превенции в отношении гепатоцеллярной карциномы, поскольку снижают выработку провоспалительных цитокинов и цитокинов, которые причастны к канцерогенезу. Поэтому у женщин частота ГЦК возрастает в менопаузе. Факторы окружающей среды, такие как афлотоксины, винилхлорид, соединение мышьяка, ряд радиоактивных соединений, также имеют отношение к канцерогенезу. В частности, афлотоксины способствуют 70-кратному повышению риска гепатоцеллярной карциномы в эндемичных регионах. Лекарственные препараты, лекарственно индуцированные повреждения печени могут также включать развитие опухолей. И доброкачественных, такие как очаговая надулярная гиперплазия, гепатоцеллярная аденома, это доброкачественная опухоль с высоким злокачественным потенциалом, гепатоцеллярная карцинома, холангиокарцинома, ангиосаркома. Наверное, классическим примером является развитие аденомы на фоне применения гормональных контрацептивов у женщин и половых стероидов, которые колят наши ребята, которые ходят заниматься в зал. Таким образом, в канцерогенезе большое значение имеет генетика и продемонстрированы соответствующие полиморфизмы. Канцерогены, такие как вирусы гепатита, фоновые заболевания печени, жировая болезнь печени, наличие токсинов. Все это приводит к воспалению, нарушению регуляции синтеза цитокинов, факторов роста, таких как туморонекротический фактор, ТГФБ, это интерлекин-6, простагландина, активные формы кислорода. В результате вот такого циротического микроокружения активируются звездчатые клетки, они трансформируются в миофибробласты, активируются проканцерогенные гены, ангиогенез, и формируются диспластические узлы. И дальше, в результате молекулярных операций, уже клетки гепатоцулярной карциномы. Профилактика ГЦК может быть подразделена на первичную, вторичную, а та, в свою очередь, на специфическую, неспецифическую, и на третичную. Первичная профилактика – это предотвращение развития заболеваний печени. Это вакцинация против гепатита В, это изменение социальной, культурной, медицинской практики для профилактики заражения другими парентеральными гепатитами. Это модификация образа жизни в отношении жировой болезни печени. Ну и законодательство в отношении афлотоксинов и контаминациями продуктов питания. Ну вот в отношении профилактики вирусных гепатитов. Хочу сказать, что далеко не все пациенты диагностируются, и вот здесь представлены регионы ВОЗ. Вот в нашем азиатском регионе до 20% пациентов не знают о своем диагнозе. Это касается гепатита В и гепатита С. И 10% даже у тех, кто знает о своем диагнозе, противовирусная терапия не проводится. Все время в Казахстане мы в пяти регионах изучали распространенность вирусных гепатитов. И видите, что носительство антитела, анти-HCV, 5,8% в среднем по республике. Ну это в пяти регионах, наверное, вполне корректно экстраполировать данные на всю страну. И HBS антиген – это 4,2%. При этом общее число в регистре ожидаемо меньше. То есть из этого следует, что мы, конечно, недодиагностируем своих пациентов с гепатитами. Наверное, нужно поэтапно переходить все-таки к сплошному скринингу. Касательно вторичной профилактики. Она бывает специфической, она напрямую зависит от причины гепатита. И может быть не специфической. И в последнее время показаны вот такие антиконгрозные свойства, превентивные свойства для некоторых лекарственных и пищевых агентов. Специфическая профилактика, она понятна. Для вирусных гепатитов это, соответственно, противовирусная терапия. И было показано в многочисленных исследованиях, что противовирусная терапия, гепатита В, в частности, аналогами, уменьшает заболеваемость гепатоцелулярной карциномы. В отношении гепатита С, УВО снижает риск практически на 70%. Но всегда мы рассказываем нашим докторам о том, что даже после УВО сохраняются риски ГЦК. Меньше, конечно, но тем не менее, поэтому скрининг гепатоцелулярной карциномы у пациентов с тяжелым фиброзом и циррозом печени после УВО не может останавливаться. Эффективность терапии очень высокая. Вот это анализ практически 18,5 тысяч случаев, пролеченных с хроническим гепатитом С. И в рамках нашей государственной программы 99,1% эффективности терапии оказалось у устойчивого вирусологического ответа. И факторами неэффективности явились короткий курс, то есть не выдержали режим терапии. Третий генотип вируса – наличие ишемической болезни сердца, как ни странно, но статанализ это показал, и продвинутая стадия фиброза. В отношении алкогольного статогепатита обстиненция снижает риск на 10% в год, и шансы у бросивших пить менее 10 лет, тем не менее, сохраняются, чем те, у которых бросил пить больше 10 лет. При жировой болезни печени метаболической физическая активность, только физическая активность достоверно снижает риск ГЦК, бариатрическая хирургия снижает риск ГЦК, метформин снижает риск ГЦК у мужчин с диабетом 2 типа. Это известный метаанализ, который демонстрирует хемопревентивные свойства метформина у мужчин, страдающих с сахарным диабетом 2 типа. Хотя были исследования, которые показали, что, возможно, не все так обстоит, как показано в этом метаанализе, но, тем не менее, достаточно много, практически 551 тысяча пациентов были охвачены этим метаанализом, 48% снижения риска ГЦК. Неспецифическая профилактика статины. Большой системный обзор 1,4 миллиона пациентов, среди которых было практически 4300 случаев ГЦК, продемонстрировало, что у принимавших статины риск ГЦК меньше на 37%, при этом эффект выше в азиатской популяции. Другое исследование показало, что имеет значение не просто факт приема статинов, но имеет значение доза, то есть достижение целевых уровней липопротеидов низкой плотности, на которой мы ориентируемся, назначая терапию статинами. И исследование одно, которое показало, что пациенты, резицированные по поводу гепатоцеллярной карциномы, имеют значительно большую безрецидивную выживаемость, если принимают статины. Аспирин. Понятно, его противовоспалительные антифибротические свойства, об этом были публикации многочисленные, но вот не так давно показано, что аспирин может уменьшать не просто риск смерти от хронического заболевания печени, но на 51% это одно из исследований, риск гепатоцеллярной карциномы, в том числе в сочетании с коопидогрелем, но здесь нужно быть внимательным в отношении рисков кровотечения. Другое исследование показало, что регулярный прием аспирина, но не других нестероидных противовоспалительных препаратов, снижал риск гепатоцеллярной карциномы практически в два раза. Некоторым пищевым агентам приписываются возможные хемопревентивные свойства в отношении ГЦК. Во многих случаях это показано пока в экспериментах инвитро, но тем не менее данные интересные. Для витамина D показано, для глицеризина, для бета-каротина, для зеленого чая, для кофе, для аминокислот с разветвленной цепью, для омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Конечно не все однозначно и требуется дальнейшее изучение, но тем не менее возможно каким-то из этих продуктов действительно присущи такие свойства. А касательно дефицита витамина D, вот недавно мы просто закончили исследование, сейчас его подали на публикацию. Фактически 76% пациентов с жировой болезнью печени имели дефицит или недостаточность витамина D. И саплементация им способствовала даже достоверному изменению ряда индексов, с помощью которых мы оцениваем тяжесть жировой болезни печени. Ну и третичная профилактика это скрининг ГЦК уже на фоне развившегося заболевания печени. Ультразвук и альфа-фетопротеин, который не всеми международными агентствами одобрен и не все страны его включают в скрининг. Но в Казахстане АФП у нас в скрининг наряду с УЗИ входят. Существуют шкалы стратификации риска, их можно найти в соответствующих приложениях. Допустим, для гепатита B есть РИЧ-БИСКОР, которая достаточно показательно может продемонстрировать риск развития гепатоцеллюлярной корциномы у пациентов с гепатитом B. Есть такой же калькулятор для жировой болезни печени, метаболически ассоциированной и алкогольной. Им можно пользоваться. Большое значение, конечно, имеет приверженность скринингу. И по разным литературным источникам эта приверженность очень сильно варьирует от 6 до 80%. И если в странах есть национальная скрининговая программа, то, безусловно, эффективность скрининга будет выше. Но в свое время у нас был опыт вот такой программы, которая оказалась не очень удачной. Пациенты с вирусным циррозом скринировались каждые 3 месяца. У пациентов без вируса, то есть цирроз в исходе жировой болезни печени и других невирусных гепатитов каждые 6 месяцев. И в 2013-2014 году было выявлено всего 17 случаев ГЦК. Но для нас это был важный опыт, во-первых, чтобы понять, что не все было правильно спланировано. Были выбраны онкодиспансеры в качестве организации, которые проводят скрининг. И никто из пациентов с циррозами, конечно, туда особо идти не хотел. Недостаточная квалификация радиологов, в первую очередь, врачей ультразвуковой диагностики. Ну и недостаточная вовлеченность первичного звена. Таким образом, любой гепатит является потенциально предопухолевым заболеванием. И наибольшим канцерогенным потенциалом, конечно, обладают вирусные гепатиты, метаболически ассоциированные, алкогольная жировая болезнь печени, наследственный гемохроматоз. Канцерогенез имеет особенности при различной теологии. А ввиду ограниченности во времени я просто не стал ставить эти слайды. Профилактика может быть подразделена на первичную, то есть это устранение самих этиологических факторов гепатита до того, как он развился. Вторичную специфическую – это этиотропная или патогенетическая терапия соответствующего гепатита. Вторичная – не специфическое, и подобные свойства приписываются статинам, аспиринам, некоторым нутриентам, метформину, но требуется дальнейшее изучение. И третичную – это правильно организованный скрининг. Ну и в заключении, конечно, профилактические мероприятия, теотропная терапия, фоновых заболеваний, скрининг должны найти отражение в программах национального здравоохранения, это наш коллектив, и это анонс конференции на цирроз печени, частые и редкие осложнения. Это конференция «Опасл», которая пройдет в Алма-Аты с 1 по 2 ноября. Приглашаю всех принять участие. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Александр Натальевич, за блестящую лекцию, особенно то, что вы поделились вашим опытом скрининга. Есть ли у аудитории вопросы? Алексей Оляович Буеверов. Алексей Оляович, поскольку трансляция идет, может быть, лучше с трибуны даже это сделать. Александр Витальевич, со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за блестящее выступление. У меня два вопроса. Собственно, и международный опыт, и российский, и ваш опыт свидетельствует о том, что, конечно, скрининговые программы с использованием альфет-протеина и УЗИ экспертного уровня, они недостаточны по диагностической точности, особенно при диагностике рака печени на ранней стадии. В Российской Федерации в прошлом году был зарегистрирован комплекс ПИВК-2, он же дисгамма-карбоксипротрамбин, который обладает существенно более высокими показателями диагностической точности. В Казахстане, может быть, можете поделиться, есть ли у вас что-то или планируется регистрация, или он уже применяется в вашей практике? Алексей Олегович, здрасте, спасибо за вопрос. Да, есть зарегистрирован, он не используется в рутинной практике широко, но у нас он выполняется в институте хирургии. Он, безусловно, более точный, есть некоторые протоколы азиатских стран больше, в частности, я точно знаю, что в японском протоколе ПИВК включена в качестве скринингового теста. Спасибо. Второй вопрос был у вас, Алексей Олегович. Да, действительно, я хорошо, что Дмитрий Саниславович, напомнил. Может быть, я пропустил, может быть, у вас не прозвучало. У пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой в исходе хронической АШЦВ инфекции применяете ли вы противовирусную терапию уже на стадии рака печени в качестве обязательного мероприятия? Потому что есть данные, что это улучшает результаты лечения и улучшает выживаемость таких пациентов. Алексей Олегович, безусловно, противовирусную терапию на таких стадиях мы применяем. Спасибо. Теперь все. Спасибо большое. Кринлядин Рейхельсон. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Александр Витальевич, спасибо за ваш, как всегда, замечательный доклад. Но у меня, наверное, вопрос в связи с тем, что следующая наша секция это принятие российского консенсуса по аутоиммунному гепатиту и к вам как человеку с большим опытом именно скрининговых мероприятиях. Дело в том, что мы сами при аутоиммунных заболеваниях печени гепатоцеллюлярного рака почти не видим. Но систематические обзоры последних лет, они говорят все-таки о повышении риска ГЦК, в том числе при аутоиммунном гепатите, что вот я как клиницист не наблюдаю. Ваш опыт, ваше мнение. Карина Леонидовна, здравствуйте. Спасибо за вопрос. При аутоиммунном гепатите гепатоцеллюлярная карцинома развивается крайне редко. И мой опыт показывает, что случаи ГЦК – это единичные случаи у пациентов с синдромом перехлёста, либо с первичным билярным холонгитом, либо первичным сферозирующим холонгитом. Я не припомню в последние годы случаи ГЦК на фоне аутоиммунного гепатита. Спасибо большое. Значит, мы с вами совпадаем, но не совпадаем с международными систематическими анализами. Возможно, у нас другая популяция. Возможно. Спасибо большое. Есть ли ещё вопросы? Тогда поблагодарим Александра Витальевича и продолжим нашу работу. Дмитрий Станиславович, вам большое спасибо за приглашение. Спасибо большое. Как всегда, очень рад. Продолжение следует...